друзья всем привет как многие знают я в последнем бою сломал руку поэтому сегодня мне первая тренировка много было просьб в инстаграме много было просьб рассказать о себе немного то есть я много беру интервью у ребят у бойцов махача и немножечко могу рассказать о себе я сам житель города чугуева родился и вырос там в 13 лет начал заниматься боксом вырос я в обычной простой семье немножко даже неблагополучной занятием спорта для меня было как достичь чего-то в жизни добиться поставленных целей так далее в детстве у меня была видеокассета с лучшими боями майка тайсона и лучшие бои игоря вовчанчина нашего земляка с харькова и было большое желание заниматься спортом я ходил к друзьям потому что как не было дома не видео магнитофона не телевизора нормального я ходил друзьям смотрел постоянно эти бои смотрел бои тайсона смотрел бои игоря вовчанчина это были мои кумиры с детства я захотел заниматься боксом и возрасте 13 лет я первый раз пришел на тренировки позанимался одну тренировку тренировки были платные стоили 15 гривен в месяц но я пришел домой говорю так и так там я хочу заниматься боксом там тренировки 15 гривен в месяц типа стоят а так как денег не было в семье меня эти залить и поиди он играй в футбол баскетбол какой там себя боксер тем более был очень маленький я в 13 лет весил 32 или 33 килограмма я уже не помню но был очень маленький и он типа говорит типа или 35 не помню короче до 40 килограмм этом максимум и он ничего говорит какой там с тебя боксер типа иди занимайся этом ну и так получилось что я и опять перестал заниматься боксом прошел где-то можешь полгода и друг меня царство небесно покойный командир экипажа on 26 который разбился по чугую у меня потянула ритве тебя пойдем на бокс парит а там платные тренировки у меня нет денег и помарит я там если что за тебя там заплачу там давай начинает тренироваться типа такой вот он поспособствовал для того чтобы я занялся боксом я опять пришел потянулся одну вторую тренировку и тренер типа говорит на соревнования я и да ну типа да наверно поеду типа классно пришел домой говорю типа на там 12 гривен на дорогу на покушать ехать на соревнования так как помню сейчас в хорошего был проходил турнир там в честь казаков и опять получилось так что денег не было и короче не поехал на синонии опять не пошел на тренировки но уже с третьего раза я пришел я просто объяснил ситуацию что нету денег я хочу заниматься хочу тренироваться хочу выступать и так далее и мне сказали типа давай 10 гривен платить и по месяц 10 смотри ну буду стараться потом подержал меня раунд на лапах короче и давай 5 гривен и занимайся типа у тебя есть потенциал все будет хорошо после чего мы поехали на другие соревнования там ребята за меня скинулись помогли и поехали я сразу же выиграл первый бой и у меня лицо занимаешься бесплатно и вот так началась моя боксерская любительская карьера в 15 лет я выполнил на спартаке аде кандидата мастера спорта 17 лет я готовился на чемпионат мира по боксу он должен был проходить 2007 году в боку но по состоянию здоровья мне запретили заниматься спортом вообще и на этом бокс у меня закончился на этом вообще принципе меня спорт закончился ждал далекого 2007 году запрет был по спорту из-за повышенного давления поставили гипертония второй степени и все после чего у меня спорт закончился аж до 2012 года был алкоголь были такие непонятные движения жизненные там какие-то заработка зарабатывания денег не сильно легальные не сильно законы но это все такой был возраст когда нужно было что-то кушать одеваться обуваться плюс у меня еще младшая сестра и особой помощи от родителей не было поэтому получилось так в 2012 году в 11 году я жил в киеве полгода потом так получилось что уехал в узбекистан на три месяца когда вернулся с узбекистана в харькове открылся клуб оплот такой это смешанное единоборство и у меня произошел спор с моим с моим кумом на ящик шампанского что я подниму свои старые связи по спорту и выйду в октагон подерусь короче еще и выиграю бой так и было как бы мы поспорили еще что спорили за столом я вышел начал заниматься вопросом чтобы попасть на датапот и вышел на артура маляйна моего друга вот и она рита ты меня не помнишь короче мы еще с ним когда-то боксировали но чуть постарше мы еще когда-то боксировали и он как раз организовал там белые воротнички это был его проект каждую пятницу в клубе оплот по мм и и я первый бой провел с кикбоксером с хорошим с александром люлюком ну решили судейским решением я выиграл этот бой потом я попал в аварию на мотоцикле у меня была травма плеча очень сильно я ее плохо залечил и вышел на второй бой и проиграл кимура стасу константинову и после этого на 6 лет разорванное плечо было я вообще не занимался не выступал не тренировался потом пошли вот эти политические моменты все в четырнадцатом году я в городе чугуеве начал заниматься открытием своего спортивного клуба то есть я хотел заниматься с детьми тренировать как бы развивать молодежь в своем городе с моим товарищем начали взяли убитый убитивший подвал и начали там потихонечку делать ремонт оборудовать его и так далее друг уехал в москву я остался сам начал сам заниматься залом построил и начал тренировать секцию мм и ребят в городе чугуеве в 2015 году у нас была общественная организация в городе чугуев также и мы там занимались всеми моментами для развития города как 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 процветающая активная молодежь и мне поступило предложение от моего друга товарища руслана овчаренко для того чтобы стать депутатом городе чугуеве и мы как общественная организация как молодежь подали свои кандидатуры и прошли выборы я победил на своем избирательном участке и стал депутатом так что 2015 года по 2020 год я был депутатом чугуевского городского совета почему я об этом говорю потому что было очень много вопросов после выхода на махач меня объявили как экс-депутат вот так что вот я объясняю что я был действительно депутатом избрался от оппозиции от оппозиционного блока партия центр начиная с 2016 года мы начали в городе чугуеве проводить турниры по мм и абсолютно бесплатный формат то есть все желающие приезжали приходили смотрели наши ребята выступали проводили хорошие поединки то есть тем самым мы максимально развивали спорт городе в плане мм и этого не было я первый основатель был первый открыватель и я стал замглавы молодежи спорта по чугую поэтому как бы развитие молодежи было благодаря мне в плане спорта 2018 году на очередном турнире мы провели турнир я познакомился с хорошим человеком это виталий захаров мы кстати находимся в его спортивном клубе кара 3 семерки он основал эту федерацию боксерскую и мы объединились и стали одной командой 2018 года абсолютно тренировки бесплатные по всем спортивным клубом карат но восемнадцатом году в чугую мы сделали филиал объединились нашим залом и таким образом как бы начали заниматься еще больше развития молодежи привлекать молодежь у которой как как и у меня не было возможности тренироваться и тем самым давали что-то детям развиваться до 18 лет абсолютно бесплатно девятнадцатом году я начал возвращаться обратно в спорт я выиграл чемпионат области по кикбоксингу и стал вторым на украине по кикбоксингу 2 как кажется я не помню какая-то федерация лишь очень много короче в харькове чемпионат украины проходил по кику я стал вторым после чего провел еще один бой по мм и проиграл а провел сначала бой по мм и проиграл и потом провел два боя по кику на области на украине после чего начал готовиться у меня дядька в москве он дружил с амираном и был такой битва за хайп я начал готовиться на турнир на битву за хайп короче получается и ехал в москву за месяц чтобы там тренироваться еще готовится там бою по дороге короче ехали в бусе и водитель уснул мы попали в дтп у меня оторвало голеностоп и получается вот эта травма меня сложила почти на полгода лежа чем был со спицами и так далее потом учился ходить заново заново начинал разрабатывать новую тренироваться но это все было так тяжело 2020 году я отправил заявку на топ-дог и меня одобрили хотели мне сделать бой уже но так получилось что не смог пересечь границу и не попал на топ-дог да и принципе форма была тогда вообще ужасная но двадцать первом году в январе месяце мой ученик не горит видя так и так появилась организация махач у нас голые кулаки типа я хочу я туда отправил заявку меня короче приняли и надо ехать типа на кастинг я и не вопрос хорошо мы с виталием захаровым дали ему денег чтоб он ехал на поездку на кастинг я знаком с филиппом марвин им через через дядьку это получилось что когда приехал я поехал я с учеником это же попал на кастинг короче вместе с ним прошел кастинг и филипп марвин горит видя типа тебя одобрили горит так что можешь подраться типа и буквально чих но я приехал на махач я весил 93 килограмма был такой толстый кабан принципе первом бою увидели как у меня пуза да и принципе там до до 4 бою меня в я пуза ты был всегда и получается короче где-то течение недели после кастинга мне присылать сообщение типа туда-сюда у вас на 23 января бой 85 килограмм весовую и шо я короче согнал почти вот эти 8 9 килограмм приехал на первый бой и нормальный будет такой показал сванила на венка с кстати с вами лавенко мы были и на кастинге вместе и познакомились с ним и получается нам сразу сделали бой бой был хороший бой был интересный я там такой кабанчик прыгал с пузом но так получилось что ваня мне попал и у меня произошел перелом челюсти если честно если бы я понимал что я буду в будущем продолжать с боями я бы наверное вряд ли бы снялся я бы продолжал бы с полом на челюсть такой как бы без задней без тормозов но так как я просто думал это так на энтузиазме выскочить чисто проверить себя я понял что в принципе у меня получилось немножечко просто что эта травма остановила я принципе остановился и здоровье важнее тем более 30 лет было на то время туда-сюда начали общаться с андреем с переписываться с лимон там с организатором а чай он типа риты классный бой показал вышел выпуск да там очень сильно меня поддерживали люди я думаю блин надо пробовать себя еще разочек надо чуть-чуть согнать веса я принципе так его вес потерял потому что не ел не пил с полом и на челюстью был я получать спустился до 80 и как раз залетаю в гран-при и в гран-при у меня сразу же бой зоханом тогда его еще никто не знал это хороший пацанчик счет мы с ним тоже общаемся у нас была разница весит 10 килограмм но так как это был гран-при там был была весовая 70-90 вот и в этом бою реально смотрелось как слон и моська то есть я был моська и он был слоном но я в принципе показал неплохой бой все что мог выдал получил тоже серьезную травму разрыв носа перелом носа вот но дрался до последнего не сдавался после чего как бы я рассказал я больше не хочу в таких весовых драться надо чуть-чуть поменьше на скидывать и рядовать и до 80 и получается на 24 июля когда был бой беринчик лобов во дворце спорта у меня должен был быть бой с казахом но так получилось что казаха прямо в самолете не пропустили на таможне и короче казаху не прилетел буквально там за четыре дня срочно искали замену и вышел на замену рома колот ромка крепкий парень хороший но у нас также была большая разница весе я на весах стал восемьдесят семьдесят девять это я чуть поднабирал рома не сделал вес мы договорились что он сделал хотя бы 81 рома не сделал этот вес рома чуть-чуть превышал его но я уже не стал спорить ничего и ладно давайте уже будем драться и мы провели с ним принципе неплохой бой но я его проиграл досрочно три нокдауна и бой остановили уже буквально там за восемь секунд до конца боя еще плюс я подвернул ногу свою больную и думал что с такой ногой а как бы в кулачке ты не постоишь не по закрывается ничего там на постоянно двигаться это не бокс поэтому движение ног должно быть максимально и я сделал себе вывод если я не залечу ногу если я не реанимирую нормально то я принципе уже все с боями буду заканчивать потому что я получается как груша для битья они они боец я прошел хорошую реабилитацию помог мне один мой хороший товарищ здесь харькове он реабилитирует футболистов с клуба металлист вот под его контролем мы очень хорошую реабилитацию прошли и нога вообще не беспокоит меня сейчас до сих пор и чуть-чуть закачиваю резиной поэтому друзья если у кого-то какие-то травмы резина это очень хорошая вещь и все и я попросил бой весовую 75 килограмм мне сказали да хорошо на декабрь месяц типа готовься но мне кинули вызов кинул вызов бурый это боец еще с первого сезона и я просто не мог ему отказать потому что он там ребяти отправлен на пенсию и поэтому мы сделали очень хороший бой с бурым после чего я понимаю что в 75 уже нормально надо тренироваться больше и гонять делать вес и выступать уже другой весовой категории поэтому я выступил 75 еще с одним бойцом с пижоном тоже боец первого сезона волевой духовитый которого еще никто ни разу никогда не мог отправить нокаут держит такие удары сумасшедшие ну и вот с ним прошел бой в первом раунде я сразу же сломал руку со смещением но бой прошел все три раунда когда выйдет вы увидите результат я думаю будет вам понравится так что друзья самое главное занимайтесь спортом не останавливайтесь и ставьте цели и все у вас получится а мы немножечко сейчас потренируемся после долгого застоя еще друзья немножечко постреляем левой бы левый корон и левый боковой друзья хочу вашему вниманию рассказать про груши это наше производство изготавливаем крутые качественные груши полностью все залы оборудованы ими и качество очень крутое я друзья ставлю ссылочку переходите смотрите заказывайте кому интересно но я вам советую груши просто бомба друзья ну чувствую набрал веса сейчас опять килограмм под 80 вешу наверное но ничего сейчас начнем потихонечку бегать прыгать кидать бить и опять ходить вес принципе с весом у меня легко получается гоняю нормально без проблем принципе по сути даже не одеваясь гоночные костюмы просто правильное питание диетка чуть-чуть себя морально надо настроить на этот лад и все получается тренировки тренировки без физических нагрузок конечно ничего никакого толка не будет и правильное питание друзья также занимайтесь не ленитесь гоняю гоняю